Слон Е5 и Ловьей М7. Блестяще. Красота какая. Шикарный. Вот так и надо было играть с самого начала. Ну, что же говорить, немного поздно. Ну, ты знаешь, по пять минут и по три минуты это не имел бы такого громоподобного успеха. А вот по минутке Королевские Гамбиты, это, конечно, очень правильно. Особенно, если ты его знаешь, а соперник не очень. Так, вот я не понимаю... Какие книги советуете для того, чтобы подняться выше КМС? Сейчас я вспомню, что я читал-то в то время. Ну, правда, время было другое тогда. Я как раз в основном... В основном я пытался информацию как-то вот собирать. Но сейчас информация у вас на компьютере все партии в любой момент. Время немножко другое. У меня чисто конкретно тогда просто вот не хватало шахматной информации. Потому что ждать нужно было полгода, когда новый информатор выйдет. А до этого непонятно было, откуда партию брать. Ну, вот это мне было необходимо тогда. Но сейчас я, честно говоря, не совсем уверен, что нужно. Но, тем не менее, книги остаются важным источником информации. Несмотря на все интернеты вместе взятые, все-таки качественные книги надо читать. Но для начала начните с книг советского периода. Хорошие авторы, известные фамилии, они вас не подведут. Это база, с которой надо начинать, но потом уже двигаться в направлении, соответственно, информационных баз. Мега-база, там, хорошие комментированные партии ведущих гроссмейстеров. И этот путь, на самом деле, очень простой. Ну, возьмите, например, черную серию великих шахматистов. Проштудируйте эти партии, это уже даст вам какую-то базу. Книг сейчас огромное количество и на английском языке, и на русском тоже. Я не вижу в этом никакой проблемы. Проблема только действительно выбора, с чего начать. А материалов сейчас огромное количество. Мне очень нравится. За последнее время много книг хороших появилось. У нас в России, например, появился блестящий совершенно двухтомник Константина Ланда и Константина Сакаева. Вот, про стратегические приемы. Вот два тома. Все, кто прочитают, не знаю, от второразрядника до сильного мастера, всем полезно абсолютно. Абсолютно всем полезно. Там просто очень толковые примеры, совершенно неочевидные вещи порой пишутся. Так что рекомендую и читайте, наслаждайтесь. Абсолютно согласен. Чуть бы вы не земнули мат такой простой, линейный. Ну, на самом деле, у черных не то что никаких проблем нет. Вообще непонятно, что там. Но когда ладья сзади проходной, это всегда надежно. То есть ясно, что здесь... Ну, он опасается какого-то хода ладья осема. Правильно, зачем его допускать. Лучше попытаться навалиться на Ж2. Может быть, и выиграть удастся. Но здесь можно сделать такой ход, после чего... Ну, можешь дать шаг с А8, король Ж5 и поставить ладью на А7. Так, минуточку. Минуточку. Король Ж4. Ну да. А, тогда шаг на А4. Ничья все-таки, да? Ничья. Ну, наверное, ничья. Как-то трудно представить. Ну, пешка удалось. Почти удалось. А ладья? Кто скушал ладью? Ладья А6 совершенно...